Не стало Сергея Юрского, его сердце остановилось утром. Великому русскому актёру было всего 83 года. В его поколении не то что в наши дни было много больших, выдающихся, гениальных актёров, но даже в этой блистательной, как говорите, он всегда был Сергеем Юрским. Его актёрский диапазон был огромен. Он играл всё от клоунады до классических трагедий. Резкий, эксцентричный, точный на сцене. Он был таким же подробным и в жизни. Актёр, режиссёр, поэт, энциклопенический, образованный человек, учитель и нравственный ориентир. Таким вспоминают Юрского те, кто его знал. И не могут поверить в его ход. Сергей Юрьевич был выдающимся театральным актёром, но широкая аудитория знает его прежде всего по киноролям. От забавного снежного человека в ранней Рязановской комедии до доктора Груздева. В месте встречи, как кажется, не было ролей, которых он смог бы не сыграть. А ещё Юрский удивительно читал стихи. Роман Евгения Онегин в исполнении великого актёра вошёл в Золотой фонд отечественного телевидения. Вот каким запомнят Сергея Юрского российские зрители. Что ты со мной сделал? Я попросил вам благодарный. Посмотри на себя, ты же стал настоящим красавцем. Да? Очень идиот. От своей роли я решил сбежать. Я сейчас во всём открою здесь дыра, и мы сбежим вместе. В конце концов, мало ли на свете сказок. Нет, так и в жизни устроимся. Неужели двум хорошим людям не найдётся место под солнцем? Халдеи принимают вызов. Школа объявляется на осадном положении. Не говори выпускать. Война до победного конца! Участвуют поэты и палачи, певицы и бандиты, солдаты и уличные девки, генералы и паяцы, эскулапы и политиканы, торгаши, святые, а также контрабандисты, мастеровые и калифы на час. В детстве таких, как вы, я убивал на месте из рогатки. Почему? Таковы суровые законы жизни. Или говоря короче, жизнь диктует нам свои суровые законы. Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил, очень трудно искать в тёмной комнате чёрную кошку. Особенно, если там её нет. Я приехал в Россию в надежде кое-как поправить свои домашние обстоятельства, но видно, не в добрый час попал я сюда. Кругом царит страх и уныние. Попробуйте хоть отчасти рассеять их. Сань, может быть, мы тоже пойдём с тобой? Состругаем себе снегурочку? Вот жизнь там! Молодец, Юж, стругальщик. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз. Всё те же львы, другие льдевы, Сменив, не заменили вас. Услышу ли вновь я ваши хоры, Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полёт? Или взор унылый не найдёт Знакомых лиц на сцене скучной? И устремив на чуждый свет Разочарованный лорнет веселья Зритель равнодушный, Безмолвно буду я зевать Да о былом воспоминать.